Вопросы, ответы и снова вопросы. Книга Аввакум, 1 глава, с 1 по 17 стих. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Да коли, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, Я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прыдче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его, Издалека приходят всадники его, Прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, Устремив лице свое вперед, Он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, И князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется, Насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмивается дух его, И он ходит и буйствует, Сила его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, Святый мой, Мы не умрем. Ты, Господи, Только для суда попустил его. Скала моя, Для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим Несвойственно глядеть на злодеяния, И смотреть на притеснения ты не можешь. Для чего же ты смотришь На злодеев и безмолвствуешь, Когда нечестивец поглощает того, Кто праведнее его, И оставляешь людей как рыбу в море, Как присмыкающихся, У которых нет властителя. Всех их таскает удою, Захватывает в сеть свою И забирает их в неводы свои, И оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей И кадит неводу своему, Потому что от них Тучна часть его И роскошна пища его. Неужели для этого Он должен опорожнять свою сеть И непрестанно Избивать народы Без пощады. Размышления, часть первая. У Бога есть план. Книга Аввакум, первая глава, С первого по восьмому стиху. Аввакум взывает к Богу И изливает ему свое переживание. Почему же он не отвечает на его мольбы? Почему ничего не делает В ответ на процветающее насилие И злодейство в его земле? Подобная ситуация и нам знакома. Такое впечатление, что Аввакум Уже не последним На последнем вздыхании Его попытки поддерживать Божий закон среди народа Безрезультатны. Но Бог, несмотря на его жалобу, Отвечает, я сделаю в одни ваши Такое дело. Когда мы находимся в страданиях, Когда нам кажется, что Бог безграничен И бездействует, Давайте помнить, что у Него Всегда есть план. Доверимся его великой любви и мудрости И будем ожидать исполнения его плана Для нашей жизни. Какие формы несправедливости в вашем обществе Бог, как вам кажется, Оставляет без ответа? Как вы можете укрепиться Своим доверие ему в этой области? Размышления, часть 2 Загадочные пути Книга Аввакум Первая глава, с 9 по 17 стихи Бог открывает свое намерение Помочь народу, но теперь Аввакум Сомневается в методах, С помощью которых он собирается Исполнить свои планы. Пророку, посвящему себя святому Божьему закону, Кажется невероятным тот факт, Что ради суда над Израилем Господь готов отдать свой народ В руки такого жестокого народа, Как вавилоняне. Но Бог не в первый и не в последний раз Избирает такие методы для достижения Своих целей. Библия полна свидетельств О неисповедимых пустях Господних, И наше спасение через Иисуса Христа Самая великая тайна. В конце концов, Бог может выбирать Любые способы для исполнения Своей воли на земле. Перед лицом Его таинственных И непонятных для нас методов Давайте пообещаем себе следовать за Ним И еще больше доверять Ему. Какая часть Евангелия кажется вам самой непонятной? Какие таинственные пути Бог использует Для исполнения Своей воли в вашей жизни? Молитва. Отец Небесный, твои пути не всегда понятны мне, Поэтому прошу в момент, когда я чувствую смущение Или сомнения по поводу того, как ты действуешь, Помочь мне увидеть не только видимое, Но и полную картину твоей благодати. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok